Много понятий, много новенького. Переходим от текстовки к задачам. Первая задача. Это такая классическая задачка по началу генетики. Исследования показывают совершенно неожиданные вещи, что у крупного рога, то есть у коров, в которых разводит человек, ген, точнее аллей, определяющий развитие рогов, рецессивны. То есть на самом деле рогатость диктуется в рецессивном аллее гена. А доминантная аллея дает безробности. То есть корова, у которой есть в генотипе доминантный аллея этого гена, будет рогатой безробности. Безробности. Итак, доминантная аллея безробности. Отлично. А вот теперь задача. С какой вероятностью у без рога и корова от рогатого быка корова без рога бык рогатого родится без рога и клену если прошлый теленок прошлый это тот, которого корова родила дает. Если прошлый теленок у этой коровы был рогатый. И самое главное не указать число не выписать не выписать ответ а суметь и объяснить почему вы так решили. А маленькая или сильная он вообще не всегда лицесивный? В данном случае разумеется, да. Мы с вами на том уровне сложности генетика когда у каждого определения одно юзное насчет. Если уж мы выписываем а маленькая значит этот признак всегда ведет себя как рецепт. А как прием лучше с рогаткой думать? Может надо табл-арканик? Тихо не долдеть думать. У быкав а а а они вообще а а маленькая две мальки а а голодия так это называется на языке генетики если вы рогатый значит он кто? Мало так что рогатый если он рогатый да? у него хоть один ген кроме рогатого а это значит он кто? Он чисто или он рогатый как называется ген имеющий два одинаковых рогатого гомозеболка то есть вык у нас рецессивная гомозеболка вот он это понятно? хорошо можно ли генетик коровы вытушить так же просто? нет потому что 2А можно тогда она тогда у нее была бы безрогость потому что А она и так безрогая тогда их сумма была знаете А А Распроизведение А они все А А Доминанты тут будет парадоминанты тут будет А доминанты надо рецессивные и А доминанты надо рецессивные А корова была безрога но ее детеныш был с рогами это значит Какой у нее детеныш был значит? Значит что ее детеныш был рецессивный Молдавский рецессивный Какой? Он был рецессивный 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 Гомозеболка То есть у этой коровы в свое время родился детеныш который был Батин Вот этот Олег От отца От отца А это значит что у мамы один из Олегов какой? 12 1 Ведь она в свое время отдала рецессивный вариант детеныш значит мама какая? Гомозеболка или Дед Мама Дед Понятно? А теперь задачка Смотрите мы с вами вычислили генотипы вот этого вот этой коровы и вот этого быка Вот этого быка Теперь вопрос при таком скрещивании с какой вероятностью родится рогатый детеныш с какой вероятностью без родины? 50 на 50 А ты это получишь? Да Все до сих пор до сих пор